И как? Вот, работает. Он идет на полных правилах, поднимается вовремя, там ему всыпят как надо. Советские разговаривали с ним. А можно встретиться? А можно. Я встретился, стоит такая дубина. Здравствуйте. Good morning. Ну, спрашивает, как звать? Джонсот! А почему ты оказался? Потому что был без шоков! Опять, я вас спрашиваю, сколько... Сколько? 13 дней там осталось! Все, щелкает каблуками, как на усилии. Это Америка, свободная страна. И это на всю жизнь запомнится. В тюрьму попала девушка, женщина. Я сразу приезжаю, вот эта воспитательница, вот эта там, кто она там, полицейская идет. Ближе 200 метров и когда не подходит. Тебя сразу, кажется, посадят. На таком расстоянии. Идешь, и заранее скажи. Мэм, мне нужно что-то сказать. Говорите. Мэм, а почему мне посылки нет? А вы как стоите? Как стою? Разворот ноги должен быть, вот это, 45 градусов. Они учатся. 45. Не вместе, не так, не вот так. Передовая сторона. Они понимают, в этом и заложено все. Я сказал, чтобы ребенок рядом не стоял. Она уже лучше стала вести себя. Но по-любому видно, понятно. Сказал мне делать это. Звонок раздался, бегом. Вы видите, дверь открыта? Дверь открыта. Я прохожу, дверь открыта. Я же вы делаете. Комаров много здесь. Спать здесь кто будет? Он не может спать. Комары. Кто открыл дверь? Я спрашиваю, кто открыл дверь? Я, как всегда. Открыла. Зачем? Жарко. 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 Еди на скамейке сиди. Никому. Еди на скамейке сиди, больше не подходи на кухню. Вопрос решен. Людям здесь ночевать. Дальше. Чтобы она, дверь не закрывалась. И вот где, открой здесь. Вытащи из-под этой. То ведром, то чем-то. И дверь открывается. Так вот, где дверь соединяется со стенкой, туда палку. Я не знаю, я тяну. Я отрываю шарниры. И ветром, когда бывает, гляжу, шарниры оторвало с косяком. Вы что делаете? А мне жарко. Жарко. Не лезь туда. У нас здесь открыты две порточки. Нельзя этого делать. Зайди за ней. Попроси зайти. Видишь как? Ни одного ковара не должно быть. Сон должен быть спокойный. Я за вас стараюсь. Заходите сюда. Заходите. И когда звонок раздается, надо бежать бегом. Трудно? Нет, это дисциплинирует. Закрыть дверь. Сегодня уже не первый раз я эту дверь вижу открытую. Вы не видите. Здесь сон, комарок залетает. Вам ночью... Ставьте идти сюда, пожалуйста. Я говорю, пройдите, пожалуйста. Я должен наладить контакт с учениками, с детьми, с воспитателями, с родителями. И как? Устав? Я ничего не требую. Дверь не открывать. Форточки открыты с решеткой. Кто писал письмо, что мы ночевали в Барнауле, у Дубунова, и комаров столько, открыто, все. Вот он, пожалуйста. Он еще не приехал. Я приехал, тут комары заедают. Я говорю, здесь этого не будет. Почему закрыто? Я ошибся. Я не знал, что вы будете дверь открывать. Теперь этот талант, ваше я узнал. Дверям вас не подпускать. Все, вопрос решен. Не надо. Самый непослушный, это разведенный или замужний. Если крепкий, настоящий христианин, жена ходит по струнке, по одной плашке. Вон написано сзади. А учить жени не позволяю. Какая жена грамотная? Не ласнуть над мужем. Я сказал, купи мне. Пока люстра не будет с позвонками, я в храм не буду ходить. Дальше точка запятой, но быть безмолвее. Сколько времени, как замуж вышло, пока муж не умрет. Ян Златоусловой звонил. Говорит, ну, ну, снимай дальше. Ян Златоусловой, говорит, вышла замуж, превратись в камень. Ой, какой деспот. Да какой женоненавистник. А вот феминизм. Ничего не надо. Мы верующие. Писание так говорит. И самые крепкие семьи там, где жена умеет молчать. Вы знаете, у нас хорошая знакомая в Германии с Валентиной Дмитриевной Сорстисом. Грамотная, умная. Вышла замуж за немцев. Мы на кухне у нее, там, в Германии, в Зоне Берг. Я все записываю. Я говорю, а как тут оказались? Ну, вышла замуж. А где муж? Муж ушел другой. А как он ушел? Антихристал племен. Как есть такой кадр. Ну, я все время старалась показать, что я больше знаю, я лучше подравняться смогу. Подравнялась. Нигде отметки не осталось от нужной. Нет, ушел другой. А если бы ты вела себя как положено, наверное, бы он селил это. Она не скрывает. Обычно виноват он паразит. Нашел себе такую-то мокрохвостку. А она прямо говорит, да, я виноват, а вот все. Другая на работе. Песчарная такая, штука тоже. Какую ошибку я допустила, что от мужа не ушла два дня назад. Он меня выгнал. Я знала, житья нету. Ну, могла я на день выйти. Я бы всем говорила, я его бросила, паразита. А теперь он меня пнул, я головой ударила с рода тела тоже. А теперь он говорит, я ничего не могу сказать. Она не о муже заботится, а авторитет перед такими же разведенками. А он меня ударил, гнутнул, и я ничего не могу добавить к этому. А ты почему не сделала так? Чтобы навсегда быть с ним. И вот когда показывают, как у артисты, бывает, они меняют, как в кино, а бывают такие, и он живет с ней 35 лет. То есть они за это заботятся. Нам все равно нужно было ждать. Вы берите лучшее везде, в литературе, у кого бы не было. Вот на занятиях университета у меня записка. Сысканты. Баптисты. Я уже знаю этот вопрос. А как вы считаете, баптисты, Духа Святого, имеют или нет? Любой священник ответит, какой дух злой. Там нет ничего. Это еретики, они против церкви. Мой ответ не такой. Да, имеют. Как так? А почему же тогда вы говорите, что православная церковь, когда все против? Я соединю вам. Написано, никто не может назвать Иисуса Господом, признать, как только Духом Святым. Так, баптисты здесь? Да. Вы признаете Иисус, это Господь? Да. Все, вошли в этот стих. Вот это первая ступень, они делают правильно. А далее они отрицают церковь и Бога данное священство, и поэтому нет таинств. И это не церковь, и вне церкви нет спасения. А где это написано? 2.47 Диане Апостолов. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А если мне церковь спасения, ну что их прилагать к церкви-то? А не спаслись? Двое или трое собрались, а там и Христос. Нет, не собрались, а собраны иной силой Духом Святым. И не просто так, а во имя Мое, а по слову Его. Бог дал власть церкви. А где церковь? Где епископат? И вот теперь мы самую главную пропасть сектарства покажем. 16 число. Дофана Городной Кореи. Это про образ. Это были образы для нас. И они не знают, а какой образ? Ну, простой. Вы, Божья Матерь, признаете? Ну, была. А сколько детей у них было? Ну, пятеро. То есть, Иосиф с ней жил, она рожала. А откуда вы это взяли? Ну, написано. Дети, братья. Да не одна жена была. А другие, их называют там Клиокова и прочее. У них никого больше не было. Единородного, единственного. Она одна. А про образ был ее? Был. А где? Это Баптистов. Первая беседа с ними. А вы верите, что Бетхий Завет от Бога? Ну, все писание Бога духовно верно. Писали его святые Божьи человеки, будучи движены Духом Святым. Согласны? Да, согласны. И вот жители Берсамиса жгут урожай, серпами. И в это время из плена Пересимского возвращаются ковщик. И люди не тошли. А это святые, которые там закрыты, никто не видит. А посмотреть можно. Ну, ящик обыкновенный. А там лежат камеры, скрижали, еще там написано. Ты пойдешь? Оля, Таня, идите посмотрим. Еврейская святыня идет из плена. А никого нет. Одни коровы идут. Сами везут. Людей этих, я понимаю, столько говорили. Когда захватывают страну, все божества, которые были захвачены, они туда. В Римском пантеоне 500 разных божеств было. И кто приезжал в столицу мира, они приходили, молились. Валпигору поклонялись. Вилу, Валу. Все стояли. Христианам предложили 500, первая ниша, спасатель статуры Христа и молитесь. Христиане сказали, все эти 500, это демоны, приносящие жертву, приносящие жертву бесам. Все 500 религий объявили войну христианскую. Все исчезли. Можете сам человек это сделать. Это амтанта была. Ну, кто знает историю, знает, что это так и было. А как надо было? А так и написано. Писание сказало. Выходя на арену, когда их бросали львам, они поднимали один перст. И только Христос, так и дна. Написано, Господь царствует. А они сразу переменили. Христос царствует. Где эти религии? Ну, кто понимает, что поклоняются? Ну, может быть, Шойгу, не знаю. А кто Венере поклоняется? Ну, может быть, Матвиенко, Пугачева, не знаю. Мы знаем только венерические болезни, слышали про них. А имя Христово? Так известно. Так вот, слово, которое скрижали были, это был образ Христа. Вначале было слово, а слово это скрижали. Это прообраз рожденного Девой Марией. Где лежали? Внутри ковщега. А вот этот ковщег, это Божья Матерь. И они заглянули. Не, как всегда, когда икона рубилась, сожгла. Не рубили, не плевали, не поносили, ничего. Ну, как, посмотрите, ничего там нет. Пошли. Ой, другой, ой. Палка дыхания схватила. Не два человека Бог убил. А пятьдесят тысяч и семьдесят. Даже во время Курской битвы за один день. Я не знаю. Это ужас. Пятьдесят тысяч для Израиля по тем временам. Это катастрофа. Они еще не делали. Но мы сделаем вывод. Что они сделали? Они коснулись святыни. Туда нельзя заглядывать. Поэтому она была всегда завесой. А они заглянули. Эти люди уже не нужны. Они раскрыли тайну. И раскрыли тайну в ложном направлении. Не я их убивал Бог. В Библии считали, знаете. А вопрос один, а за что? А вот за то. Не было у нее детей. Она тайна. И только слово было. И там еще в Курчине больше не было. Вот и все. Первое послание Коринца. Десятая глава. Шестой, одиннадцатой цихи. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они. Дальше. Это были образы, достигших последних времен. Мы научились отсюда? Мы посчитаем Божью Матерь. Но нигде за грань заходить не надо, как в католике. Что она без семена зачата. И Аким ей не отец. Мы знаем. Она родилась от Акима и Анны. И поминает как Бога отец Акима и Анны. Вам понятно это? Это маленькое-маленькое. Это слово вам, которое сгодится на будущее. Итак, я сектантом освящаю. Они имеют, но не имеют церкви. И вот он сектант приходит. Принимает крещение. Мы беседуем. Ох, он непростой сектант. Немец. Другая религия. Менониты. Преподаватель университета. Одна встреча. Мы вечером начали беседовать после ужина. Может быть, с 7 часов было. В полпятого утра беседа закончилась. И он сказал, принимай православие. Вы знаете, о ком говорили? Доктор богословия православия, отец Геннадий Фаст. А сколько через него пришло? Какие книги? Доктор богословия. Это конечная стадия. Кем он был? Магистром и прочее. И он никогда, нигде не говорит, как пришел. По-другому, как было. На следующий день, он еще не уезжал, пришел ко мне на работу. Меня искать. А я на лестнице стою, баночкой там крашу, где-то. Нанимались, ремонтировали баночку. А я, говорит, стою под лестницей, задаю вопрос, а вы красите их, не останавливаясь. На работе разговаривать нельзя, если ты умеешь говорить. Пару слов, а остальное, чтобы рука с той же энергией работала. У нас так, рот разил, мы разговариваем, у нас детям сразу щепку в рот попереду. Да большую, чтобы не проглотил. Или кора какая. Другой даже с щепкой на рту болтает. Тогда накажу его. А какое наказание? У меня приезжают профессора, тут разные были психиатры. Наказание двойное. Наказание физическое в обоих случаях. Один остается без завтрака, другой отчасти завтракает. И третий, я его крапивой или сеткой проглажу. Аж сколько? Горящий называется. Горящий. А когда заходим туда, отдельно кель, а все молятся. Я сапога, я как щеплю по сапогу. А ты слюни покажешь, что-то. И бегом беги. Умлаживай, потому что ты с коленой. Водой, и тогда не будет больно. А люди-то не знают. А ребенок знает, что его не наказали. Мы будем молиться вместе. И вот на это наказание, теперь я, когда садится за стол, так. Кто наказан отдельно? Это 6 человек, 5, больше бывает. Так. Без завтрака. Или три горячего. Другой, да ладно, лучше я без завтрака. Без завтрака стоим здесь. Так, так. Лучше накажите. А вот за смелость садись, прощайся, все, ешь. Ребенок это понимает. Живут люди, кто с таким званием. А где в этом очереди? Нигде. Я просто взял готовое, это в Таиланде. Шепотом разговаривает у англичан. Шепотом разговаривает, два раза в общежитии, лишаешься. До свидания. А чтобы ребенок никогда не плакал. Не квасился. Это взял от японцев. Национальный культ, как он никогда не показать, что тебе больно. Ребенка ты к стоматологу приведешь. Что ты будешь делать? Плакать. Эти конфетки там, то есть последние зубы вышибу конфетками. И вот когда меня в Америке уже привели, я теперь закончу это. Я сказал, что мне нельзя, иначе памяти не будет. Что вы думаете? Врач-то там говорит, там, в дневекке. Я говорю, не знаю. Меня отвечают на студентов на вопросы, а у меня памяти нет. Да какое отношение? Памяти и зубы. Не знаю. Проходит, лет 20, и вдруг, в эти годы, в Швеции, кажется, шли исследования, как связаны зубы с памятью. Оказалось, связаны. Я не репетирую, бесплатно вставляю зубы, которые вышибут. И этот, я ему сказал, старый такой, бедный, на пенсии, и он говорит, стоматолог, а это правда, особенно свершая щелюсть. Я тоже вас не знаю. И вдруг публикует. С каждым зубом определенный процент памяти уходит. А как вы знали? Не знал. Я просто сказал. Понятно? И у меня нет зуб неврозный. А зубов-то там еще и нет. Они нужны. Они поддерживают друг друга еще в корне, и не разрешают соседнему упасть. Садиться за стол. Спаси Христос. Аллилуйя. Слава тебе, Боже, Боже, слава тебе. Я больше, 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 больше. Ай!